Добрый день, уважаемые гости, уважаемые телезрители! Сегодня выходит выпуск «Первая передача по правовому просвещению» Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России «Точка зрения». Сегодня тема выбрана интересная, актуальная, которая касается каждого из нас, каждого жителя Республики Татарстан. Тема звучит следующим образом. Защита трудовых прав граждан, теория и практика. И сегодня мы в гости пригласили человека, который тесно связан с трудовыми отношениями, член Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического, трудового, гражданского процесса Казанского-Приорского университета Васильев Максим Владимирович. Добрый день. У каждого из вас будет возможность задать вопрос спикеру, на который он даст ответ. Но первый вопрос, с вашего позволения, Максимович, задам я. Вообще, как вы, с чего начинали, как именно пришли к тому, что начали заниматься трудовым правом? Расскажите, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Ну, я считаю, что трудовое право – одно из важнейших отраслей права. И я всегда, допустим, рассказываю и говорю о том, что если при наличии множества отраслей, различных, гражданское, уголовное, административное, конституционное, ну, мало кто будет сталкиваться с уголовным, допустим, правом, то, по крайней мере, с трудовым и гражданским правом будет сталкиваться каждый из нас. Если каждый из нас не будет работодателем, то работником 100%. И второе, то, что я говорю, это нужно четко понимать, что то, все, что нас окружает, во что мы одеты, во что мы, куда мы ходим, наш, я не знаю, там, одежда, вещи, автомобили, еда – все создано с помощью труда. Труд – это ресурс, и, безусловно, это нельзя отрицать. Это, я полагаю, подчеркивает ценность трудового права и труда в этой отрасли. Вообще, трудовое право – это моя любовь, я фанат трудового права, чего и вам желаю. Спасибо. Спасибо. У меня первый, наверное, такой вопрос, еще один. Вообще, какие самые часто встречающиеся нарушения есть в трудовых правоотношениях? Какие вот по значимости, по актуальности? Я понял, спасибо. Что необходимо отметить? Ну, если, допустим, выстроить рейтинг, каких нарушений, какие нарушения существуют, я бы отметил, безусловно, среди наиболее важных, это, наверное, связанная с заработной платой, невыплатая заработная плата в установленные сроки. Кроме всего прочего, я полагаю, необходимо быть в виду, что часто очень обращаются по спорам, и возникает спор о незаконном увольнении, очень часто незаконно увольняют работников. И, пожалуй, третье, я думаю, что одно из актуальных, у нас, кстати говоря, появилась новая статья в Трудовом кодексе относительно недавно, которая называется «Признание отношений, возникших на основании гражданского права договора трудовыми отношениями». Это когда вместо трудового договора заключают гражданского права договора, либо вообще не оформляют трудовые отношения. И эта статья позволяет обратиться работникам за восстановлением своих прав. Эти нарушения, я полагаю, наиболее, наверное, распространенные. Спасибо. В зал, пожалуйста, у кого какие-то вопросы? Микрофон. Здравствуйте. На что нужно обращать внимание при приеме на работу? Спасибо. Спасибо. На что нужно обращать внимание при приеме на работу? Ну, наверное, первое, а хочешь ли вообще устраиваться на работу? Вы, наверное, имеете в виду документы, которые необходимы, да, или что необходимо? При приеме на работу необходимо обращать внимание на то, чтобы понять, с кем вы имеете дело, понять, что это субъект перед вами. Нужно знать, уполномоченный ли это представитель работодателя, имеет ли он полномочие воспринимательную работу. Потому что может возникнуть проблема того, что вас допустят к работе, а он будет неуполномочен на это. И это создаст проблему определенную. Безусловно, необходимо посмотреть и предоставить все документы, которые необходимы при приеме на работу. Это позволит вам в дальнейшем проконтролировать обязанности работодателя, выполнением обязанности по перечислению взноса пенсионный фонд и фонд социального страхования. Ну и, безусловно, необходимо внимательно читать документы, которые вам предоставят договор, потому что договор – это основа трудовых отношений. В нем указана ваша должностная функция, трудовая функция, заработная плата, все иные права и обязанности. Спасибо, Максим Владимирович. Еще у меня такой вопрос. Вы как раз-таки упомянули одним из часто встречающихся нарушений – это неуплата заработной платы. Вот у меня вопрос такой практического характера. На какие ухищения идут работодатели, чтобы не платить заработную плату, либо же платить ее по частям? Какие-то есть механизмы правовые, которые позволяют работодателю идти на такие манипуляции? Я понял. Спасибо. Вопрос, безусловно, очень актуальный. Работодатели очень часто идут на различные, можно сказать, ухищрения. Для чего это делать? Это делать с помощью того же самого фактического допущения работника к работе. Кстати говоря, от этого страдают, прежде всего, молодые люди, которые, стараясь доказать и стараясь найти какую-то работу, они приступают к работе без надлежащих документов, без договора, без приказа. И проработав какое-то время, это позволяет работодателю вообще не платить ему заработную плату, поскольку он там не был трудоустроен. И кроме всего прочего, ухищрение, оно классическое, оно давно уже возникло. Это связано с серым рынком труда, когда в качестве заработной платы указывают минимальную какую-то сумму. Минимальную сумму, говорят, мы укажем минимальную сумму, все остальное будешь получать, может быть, потом. И потом, естественно, работнику очень сложно доказать в случае возникновения спора, когда работник говорит, я получал, допустим, 50 тысяч рублей в месяц, а в трудовом договоре указано 12. Очень сложно доказать, что ты действительно получал достойную заработную плату. Вот вы упомянули как раз-таки по соотношению 12-50. Как вы относитесь к тому, что многие работодатели платят, так скажем, заработную плату в конвертах, да? То есть это наиболее частые виды, так скажем, правонарушений. И насколько это законно, такие вот действия, когда часть, возможно, какую-то платит работодатель официально, а вторую часть в конверте? Я понял, но вы уже фактически, поставив вопрос, на него ответили. Безусловно, это является нарушением, и я полагаю, что не мне об этом говорить. Много об этом говорили, писали, естественно, необходимо. Мы как юристы, я являюсь юристом, как вы сказали, членом Ассоциации юристов России, мы юристы четко говорим о том, что закон надо соблюдать. В этом для меня примером является литературный персонаж Остап Бендер, Ильфа Петрова. Он говорил, закон надо соблюдать. Законы для того и созданы, чтобы их соблюдали. И ничего случайного здесь нет. Несоблюдение закона, значит, ты несешь ответственность, предусмотрена законодательством. Поэтому такая ситуация. То есть не стоит соглашаться, я так понимаю. То есть вот молодые работники, придя на работу, подписывают договор. Я понял, хочу ответить и сразу сказать, безусловно, такая ситуация, наверное, будет складываться, но это вопрос уже больше не правовой, а вопрос психологии. Потому что заинтересованность различная у субъектов. Молодому работнику, особенно молодежи, им нужна работа. Нужна работа, они очень ее хотят, хотят получить, хотят самореализовываться. Поэтому порой соглашаются на различные варианты работы без документов, без договоров. И они не понимают, что это для работодателя определенная ответственность. Ведь необходимо создать условия труда, обеспечивающие требования безопасности гигиены. Необходимо охранять труд работников. А это очень непростая задача. А оформление без документов позволяет работодателю все это время мне нести. Спасибо. Так, еще, пожалуйста, такого вопроса. Микрофон. Здравствуйте, Максим Владимирович. У меня такой вопрос. Что делать, если работодатель дает много работы, но при этом платит меньше? Спасибо. То есть, я так понимаю, наверное, идет сверхурочная работа, да? Вы это имели в виду? Спасибо за вопрос. Что делать, если дает работу больше, чем предусмотрено где? В договоре или вообще без договора? В договоре. В договоре? В договоре. Проблема тоже очень распространенная. И очень часто обращаются к нам люди, которые перерабатывают, это называется у нас сверхурочная работа, либо ненормированный режим рабочего времени, который работает в таком режиме. Законодательно предусмотрена компенсация за работу в таком режиме и за сверхурочную работу. И работодатель должен вести учет сверхурочной работы и компенсировать ненормированный режим рабочего времени в отношении работника. Если он этого не делает, то он законодательство нарушает. Это позволит вам в дальнейшем, ну, во-первых, естественно, не нужно соглашаться. В этом плане нужно быть четким и четко понимать, что вы гражданин, у вас своя жизнь, она одна, у вас нет больше жизни, ее не будет. И вы вправе распоряжаться своим временем так, как вы хотите. Вы либо работаете по трудовому договору, либо не работаете. А то, что вам предлагают работать сверхурочно бесплатно, это называется эксплуатацией. Такой труд у нас запрещен. Спасибо. Тогда у меня вот вытекающий вопрос. Вот, допустим, да, разберем такую фабулу. Обговорили все трудовые функции, да, что необходимо делать. То есть тут работодатель говорит, вот нужно сделать дополнительную работу, которая не оговорена, да, в трудовом законодательстве. Какие вот доказательные, какая доказательная база будет у работника при тех обстоятельствах, например, если работодатель уволил работника. То есть что ему делать? То есть вот нужно готовиться к тому, что, например, тебя уволят, да, каждый должен понимать, что рано или поздно придет тот момент. Либо ты сам уйдешь с работы, либо тебя, как говорится, попросят выйти. Хорошо, я понял. Хотел бы здесь разделить ответ на две части. Значит, в первую очередь я хотел бы сказать, что у нас в отношении таких споров принимаются абсолютно все доказательства, подчеркиваю. Другой вопрос, что необходимо соблюдать, у нас есть такие требования, допустимости относимости доказательств. Вот если, допустим, предоставляете видеозапись или аудиозапись, очень часто, когда предоставляют ее, говорят, вот я записал. Соответственно, судья начинает выяснять, а что это за запись, носитель, когда записывали, кто записывал, в отношении кого записывали. Тот ли действительно субъект на записи, никто не может пояснить, какая это аудиозапись. Судья не может так приобщить доказательства в качестве, вернее, к делу, в качестве доказательства. Вот, поэтому нужно быть готовым ответить на эти вопросы. И тогда даже эти доказательства могут быть средством доказывания. Вот, вторая часть, я бы хотел сказать, что у нас сейчас существует постановление плену Верховного суда, номер 28, насколько я помню, в мае оно вышло. Там очень хорошее предусмотрено положение о том, что работник вправе обратиться в Федеральную инспекцию труда. И вот инспекция труда, отреагировав на заявление работника, она может назначить проверку. И вот благодаря этой проверке можно получить всю доказательную базу. Начиная от пропусков, договоров, документов, платежных документов, расчетных документов и так далее. И это позволит работнику в дальнейшем обеспечить себя доказательной базой определенной. То есть, фактически есть какие-то рекомендации, возможно, нашим телезрителям, при каких обстоятельствах и как снимать ту же самую видеосъемку? Да, безусловно. А какие, может быть, критерии? Озвучим. Безусловно. Значит, необходимо указать, кто снимает. Составляется это в письменном виде. То есть, аннотация, кто снимает, носитель, на котором снимают, кто присутствует, время, дата, температура, режим, местность и так далее. Желательно это озвучить также перед началом съемки, чтобы было четкое понимание и не возникло сомнений в том, что действительно эта съемка предназначена именно для этого, и на ней отвечает или присутствует именно те субъекты. А еще, может быть, какие-то аудиозаписи допустимы ли? Допустимы с теми же рекомендациями. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, еще есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Добрый день. Максим Владимирович, я бы хотела узнать, куда, например, можно обратиться, если нарушены права работника? Спасибо, очень хороший вопрос. В первую очередь у нас существует специальный государственный орган, это Федеральная инспекция труда. Подчеркиваю, она специально занимается контролем надзором за деятельностью работодателя в сфере труда, и она, безусловно, должна быстро отреагировать на вашу жалобу, которая назначит и проверку, и примет у вас все документы. В первую очередь туда. И вот то постановление, которое я сегодня упоминал, оно позволило нам рекомендовать именно этот способ, потому что в этом постановлении написано и указано, что обращение в инспекцию фактически не лишает работника потом обратиться в суд. До принятия постановления существовала большая проблема. Дело в том, что там сроки остеограниченные для обращения в суд. По спорам об увольнении месяц со дня незаконного увольнения, а по другим спорам три месяца. И вот пока инспекция труда, особенно по спорам об увольнении, она рассматривала это дело, запрашивала документы какие-то различные, этот срок месячный истекал. Следовательно, работник лишался права этого. И он говорил, ребят, я ведь обращался в инспекцию, судья говорит, это неуважительная причина. Поэтому сейчас смело можно идти в инспекцию труда, а впоследствии обратиться в суд за защиту нарушенного права. Спасибо. И тогда вопрос. Какой ответственности можно привлечь работодателя за нарушение трудовых прав граждан? То есть там уголовные, административные. И за что, за какие правонарушения? Предусмотрены два вида ответственности. Административная, которая применяет инспекцию труда. И даже есть некоторые составы преступлений, которые есть в уголовном кодексе, даже в уголовной ответственности. Поэтому два вида ответственности. А уголовные там как санкции какие у нас предусмотрены? Там серьезные санкции не предусмотрены, такие как, допустим, лишение свободы. Но серьезные штрафы и дисквалификации, они могут быть угрозой для работодателя и представителей. Спасибо. Александр Ильич, тогда у меня такой вопрос. Теперь давайте, возможно, перейдем к ответственности работника. То есть какая есть ответственность у работника. Материальная ответственность, может быть дисциплинарная, насколько мы знаем. И как это все регулируется, и за что можно конкретно привлечь работника к той или иной ответственности. Такой вопрос вы задали где-то часа на полтора такой ответственности. Хорошо. Что можно ответить? В отличие от работодателя, у работника два вида ответственности – дисциплинарная и материальная. С чем мы сталкиваемся, что можно сказать? Самая распространенная, самая большая проблема – то, что работников штрафуют. Нужно четко понимать, что никаких штрафов законом не предусмотрено в отношении работника. Существует три меры дисциплинарного искания – замечание, выговор, увольнение. Точка. Штрафов нет. Законом они запрещены. И, соответственно, привлечение работников к дисциплинарной ответственности сопровождается определенной процедурой. Необходимо предложить работнику, чтобы он написал, где он пропадал, отсутствовал, по какой причине прогурил, дал объяснение в письменной форме. Есть определенные сроки привлечения к ответственности. Очень часто работодатели этих требований не соблюдают. Подчеркиваю, если даже есть нарушение, но нарушена процедура привлечения к дисциплинарной ответственности, это означает, что дисциплинарное искание будет считаться неналожным, а работник считаться непривлекающимся к дисциплинарной ответственности. Что касается материальной ответственности, то очень часто бывает, что работники действительно причиняют материальный ущерб какой-то. Но здесь необходимо изучать те документы, которые существуют о работодателе. Как правило, основная причина заключается в том, и проблемой необходимо выяснять, является ли работник материально ответственным лицом. И существует ли у него договор с работодателем о материальной ответственности. Такой договор можно заключить не с любым работником, а только с тем, который в своей деятельности обслуживает денежной или товарной ценности. И вот тут специфика нашей отрасли, она говорит о том, что наличие такого договора означает, что в случае возникновения пропажи, порчи имущества, при наличии договора, подчеркиваю, сам работник должен доказывать, что он не виноват. То есть, бремя доказывания, как мы называем, возлагается на работника. Примерно так. Спасибо. Александр, у меня тогда такой вопрос. Как вообще работники должны относиться к штрафу? Насколько нам известно, мы знаем, что это незаконно, но многие работодатели применяют такой вид, так скажем, санкций в отношении работников за нарушение трудовой дисциплины. Как с этим бороться? Куда писать? Куда жаловаться? И стоит ли это делать? Спасибо, понял. Отвечаю. Со второго вопроса не могу сказать. Каждый сам выбирает. И все зависит от ситуации, от его отношения к этому, от нарушения, которые работодатель реализует. Но обращаться туда же, куда я и говорил, в инспекцию труда, там могут все это рассмотреть и оценить. У нас в законодательстве нельзя наказывать работников за нарушение трудовой дисциплины деньгами. Нельзя. Работодатели оправдывают это тем, что они говорят, ну это же фиктивно. Это же фиктивно. Представляете, работник опоздал на 10 минут, штраф сразу, он больше не будет опаздывать. В ответ на это я всегда говорю, ребят, ну если мы начнем потом розгами наказывать или палками бить, это будет еще более эффективно. Вообще не будет никаких опозданий и нарушений. Но это будет нарушать принцип гуманизма, который у нас в законодательстве в трудовом праве четко очерчен. Спасибо. Так, может быть еще у кого-то вопрос? Пожалуйста. Максим Альевич, вопрос больше связан, наверное, с банкротством. То есть у нас много компаний сейчас в Республике Тарстан, Российской Федерации объявляют себя банкротами. И в связи с этим страдают работники, то есть они не получают свою зарплату. И вот в ходе банкротства какие действия работников, когда по этапу первой очереди или все-таки после кредиторов должны получать работники свою зарплату? И второй вопрос, вытекающий. При ликвидации организации, как работник должен получить свою зарплату, если он не получил эту? Спасибо. Спасибо. Начну со второго вопроса. При ликвидации организации им полагается выходное пособие, оно выплачивается в размере двух, не менее двух окладов. Можно предусмотреть больше в коллективном договоре, либо в трудовом договоре. Что касается банкротств, то я сейчас боюсь ошибиться. Наверное, насколько я помню, те предприятия, которые имеют задолженность перед работниками, они составляют реестр. И они получают зарплату в первую очередь. Поэтому тут права работников являются, вечно я полагаю, довольно защищенными. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Скорее всего, будет у меня вопрос. Многие из нас, возможно, сталкивались с тем, что работодатель не всегда идет на уступки при определении отпуска. Все мы люди, у нас есть право на отпуск. Как все-таки, по вашему мнению, согласовать свой отпуск, чтобы выйти отдохнуть, например, летом, а не зимой? Спасибо. Дело в том, что законно предусмотрен четкий механизм определенный предоставления отпуска. Это делается в основном на основании локально-нормативного акта, который называется «График отпусков». И он составляется ежегодно не менее чем за две календарных недели до начала календарного года. И тут ваши желания, допустим, отдохнуть летом, они могут войти в противоречие с интересами других работников, тоже отдохнуть летом. Поэтому не зря этот акт согласовывается, утверждается, спрашивается мнение других работников, представителей работников, если они имеются. Поэтому тут нужно учитывать не только их интересы, но еще и интересы работодателя, потому что технологические процессы не могут быть остановлены. Поэтому тут законодатель говорит, что ваш индивидуальный интерес отдохнуть летом, он немножко может входить в противоречие с интересами других людей, и необходимо на основании локального акта его коррелировать. Спасибо. Вопросы у меня, знаете, какого характера. Давайте опять перейдем к защите работников. Что делать работнику, если он, например, получил вред своему здоровью, находясь на работе, на производстве? Бывают такие случаи, когда многие работодатели просят, даже предлагают какие-то гонорары, для того, чтобы работодатель не говорил, что он находился на работе во время получения той или иной травмы. То есть, как это вот зафиксировать, и чтобы в дальнейшем, возможно, в случае инвалидности или еще что-то получать пособие работодателю? Спасибо. Тут вопрос очень непростой. Дело в том, что он фактически находится на стыке различных отраслей права. И необходимо, я не зря говорил о том, что необходимо документы составлять правильно, и наличие трудового договора, трудовых отношений позволит работнику быть застрахованным. Причем страховщиком в этом плане выступает фонд социального страхования, страхователь, работодатель. И в случае возникновения такого несчастья, все расходы берет на себя фонд социального страхования. Вот единственное, что работник может возместить моральный вред за счет того лица, который причинил ему этот вред. Это уже отдельным иском он может подать, обратиться в суд и взыскать с лица, причинившего этот вред, виновного лица, сумму морального вреда, тех нравственных страданий, которые он претерпел в результате нарушения его трудовых прав. А существуют ли штрафы или какие-то санкционные издержки в отношении работодателя, который не обеспечил защиту прав граждан на производстве? Да, там огромные штрафы. И если это сейчас не изменяет память, статья 143 Уголовного кодекса, которая так и называется «Нарушение правил охраны труда». И представители работодателей, которые отвечают за безопасность, за жизнь, здоровье работников на предприятии, на производстве, они очень часто привлекаются к ответственности именно по данной статье. Спасибо. Еще вопрос есть? Пожалуйста. В связи с последними новостями, в связи с пенсионной реформой Российской Федерации молодежи, то есть мы представители молодежи, больше задается вопросом, стоит ли все-таки получать, про это уже мы сегодня говорили, то есть чистую зарплату, с учетом того, что это минус 13% и минус еще 30%, то есть это огромное количество денег, практически 50% получается уходит в государство. И на данный момент, то есть много молодежи занимается просто своим делом и зарабатывает себе, то есть не хочет, чтобы платили государству. Вот вы, как эксперт по трудовому праву, как думаете в дальнейшем, что будет происходить вообще в этой стезе? То есть будут ли увеличиваться у нас такие люди, то есть люди, которые будут получать черную зарплату, серую зарплату? Если вот у нас даже сейчас посмотреть, в Республике Тарстан высшая статистика, 54% людей получают непосредственно белую зарплату, а остальные серую. То есть она будет ли увеличиваться или все-таки будет у нас какая-то нормальная тенденция, что люди будут идти и стремиться к белой зарплате? Спасибо. Вопрос неправовой такой, с политическим подтекстом, даже не знаю, как прокомментировать. Я поддержу, пожалуй, свою позицию, которую до этого сказывал. Я говорил о том, что закон надо соблюдать. Если мы хотим жить в правом государстве, я как юрист могу только рекомендовать поддерживать законодателя, который принимает соответствующие решения. безусловно, с другой стороны, мы не можем, конечно, возразить тем субъектам, ну, сейчас называют их по разуму, фрилансеры, которые работают на себя, там, вольно-наемные работники, которые, ну, говорят примерно следующее. Я сейчас ничего платить не буду, но я зато и на пенсию не рассчитываю. Их позиция, я полагаю, тоже, наверное, может заслужить уважения, заслуживает уважения. Я тоже их отчасти понимаю, но в то же время, я подчеркиваю, без четкого соблюдения законов, неукоснительных, мы правого государства не построим. А это долгий процесс. Я полагаю, что в какой-то момент все равно мы придем к тому, что будут уважаемые люди, которые работали, зарабатывали и соблюдали законодательство. Спасибо. У меня вот вопрос, как раз-таки, возможно, вытекающийся из последнего вопроса. Слушай, как сейчас у нас законодательное регулирование в отношении так называемых лиц, которые занимаются там нянечки, там, самозанятые, так называемые, да, как вот сейчас этот вопрос регулируется, то есть, как там нужно встать на учет, платить налоги, то есть, на какой стадии находится данный процесс. Как мне известно, Республика Тарстан является пилотным по реализации данного федерального закона. Спасибо. Значит, что тут можно сказать? То, о чем я говорил, и возвращаясь к первому вопросу, к значению трудового права как отрасли, буквально два слова, она связана с трудом, и фактически сейчас у нас в Трудовом кодексе есть две главы, которые называются, первая, особенность регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц, и вторая, глава посвящена дистанционным работникам. То есть, те, кто работают у физических лиц, нянечками, гувернантками, учителями, водителями, закон говорит, это трудовые отношения, необходимо заключать трудовой договор, соблюдать все необходимые формальности, которые при этом необходимы. Это трудовые отношения, а работодатели обязаны уплачивать взносы пенсионных фондов, фонд социального страхования. Дистанционные работники, те, кто самозанятый, работают по интернету, получат какие-то заказы, это тоже работники, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, все эти лица фактически вовлечены в сферу трудового права, в нашу сферу, то есть, они все с нами, как бы они не хотели казаться уединенными и быть вне системы. Они просто это пока не знают. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос, наверное, так же касается предыдущего вопроса. Как быть тем гражданам, которые занимаются так называемой подработкой? То есть, если у них основная работа, там, с 9 до 6 вечерами, они там, кто-то, девочки, маникюр делают, у ребят есть мастерские, там, или программы пишут. То есть, как им легализоваться, или же не стоит, как работают, так и работают? То есть, они будут относиться к категории самозанятым или нет? Да, спасибо. Они, безусловно, будут относиться к этой категории. Вот. Как я говорил, это либо называется у нас совместительство, либо они заключают трудовые договоры. То есть, это такие же трудовые отношения, ничем не отличающиеся от отношений, о которых я до этого рассказывал. Поэтому будут заключаться договоры и будут платиться взносы. Спасибо. Ну, уважаемые гости, уважаемые телезрители, а на этом наша передача подходит к своему логическому завершению. Давайте поблагодарим нашего эксперта. Спасибо большое. До новых встреч. Увидимся в следующем эфире. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»